За прошедшие выходные в автомобильных авариях погибло двое югорчан. Всего же на дорогах Югры произошло 13 ДТП. Так, в субботу на трассе Тобольск-Хантамансейск-Кономарка сбила пешехода. Трагедия произошла рано утром. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Также за выходные полицейские задержали почти полсотни пьяных водителей. 11 из них сели за руль в нетрезвом виде уже не в первый раз. Еще 66 водителей привлекли к ответственности за выезд на встречку. Отмечу, что жители округа продолжают пренебрегать безопасностью несовершеннолетних. За выходные правила перевозки детей нарушили 64 человека. До конца октября в округе разработают югорский стандарт развития территорий. Речь идет о своеобразном перечне требований, которому будут следовать местные власти и компании, планируя застройку и благоустройство городов и поселков. Разговор о югорском стандарте шел во время прямого эфира в инстаграм Натальи Комаровой. Его темой стало улучшение жилищных условий, расселение из аварийных домов, архитектура и дизайн городов. Участники встречи говорили и о господдержке населения при покупке или строительстве жилья. Так, по данным ипотечного агентства Югры, в округе подано почти 3,5 тысячи заявок на получение льготного кредита. Из них одобрено свыше 2 тысяч и уже выдан 871 кредит. Ожидается, что до 2024 года в Югре планируется ввести в эксплуатацию не менее 6 миллионов квадратных метров жилья. В Сургуте обследовали условия, в которых живут маломобильные горожане. Власти города проверили более 1700 квартир на предмет доступности среды. Нарушения выявили в 32 подъездах. 18 из них планируют в следующем году оборудовать пандусами для колясочников. В 14 случаях администрация готова искать для горожан другое жилье, предпочтительно на первых этажах. Добавлю, такую работу в Сургуте начали проводить в этом году после обращения к общественникам и губернатору Югры жительницы города Виктории Кадиевой. Ради того, чтобы выходить с 9-летним сыном на прогулку, семья сменила две квартиры. Однако ни в первой, ни во второй управляющая компания не установила для мальчика пандус. Выйти на улицу с коляской, без посторонней помощи женщина не могла. Накануне, благодаря усилиям неравнодушных югорчан, такая входная группа в их подъезде появилась. Теперь спокойно можно, ни за чем не задумываться, одеваться, садиться и выезжать на улицу, а не думать, как вынести коляску, как вынести отсос у нас еще и как вытащить ребенка. Месяца за три. Вот он первый раз сегодня вышел, мы вот тут катались, он счастливый, довольный. Девятилетняя Камила Киямова из Нижневартовска получила ключи от собственной квартиры. Напомним, в июне этого года девочка стала победительницей викторины «Моя конституция». Готовиться к испытанию ей помогала бабушка. Как оказалось, не зря. Теперь Камила и ее родные смогли своими глазами увидеть выигрыш. Однокомнатная квартира в новостройке с чистовой отделкой готова принимать жильцов. Впрочем, заселяться сюда Киямовы не торопятся. В семье семеро детей. По словам родителей, жилищные условия у них хорошие, места хватает всем. Возможно, в квартире будет жить Камила, когда вырастет. Сейчас Киямовы знакомятся с новой жилплощадью и решают на семейном совете, как ее распорядиться в ближайшее время. «Нам позвонила бабушка и сказала, что мы выиграли, потому что ее номер телефона был указан. И как бы ей позвонили, предупредили. Когда она нам позвонила, сначала думали, что это не поверили сначала. Как бы неожиданно было. А потом потихонечку все это узналось. По интернету, в ютубе все это. И как бы так узнали». «Я сначала обратила внимание вообще на зал. «Нравится тебе обои, отделка?» «Да, тут обои красивые, места много». В детскую окружную больницу Нижневартовска пришли работать молодые специалисты. Они получили образование благодаря медицинской организации, в которой сейчас начали трудовой путь. Будущих врачей выбирают среди перспективных выпускников школ на конкурсной основе. Затем сопровождают в течение всего обучения. Также начинающие специалисты проходят практику. Отмечу, что сегодня в детской окружной больнице работают 15 медиков, которые прошли обучение по такой целевой программе. Среди них и новобранцы, детский хирург и анестезиолог-реаниматолог. В следующем году штат пополнится еще шестью молодыми врачами. 220 тысяч на развитие собственного бизнеса. Центры занятости Югры помогают безработным начать свое дело. Чтобы получить субсидию, необходимо встать на учет в Центр занятости. Затем написать и защитить бизнес-план. Зарегистрироваться в налоговой. На субсидию можно приобрести оборудование, материалы, оплатить аренду или сделать ремонт. Всего в перечне расходов около 20 наименований. Также в течение года предприниматель не имеет права закрыть собственный бизнес. Иначе деньги придется вернуть. К примеру, в Советском с начала года господдержкой воспользовались 12 человек. На рассмотрение находится еще около 30 проектов. В мае был увеличен размер субсидии, которые выделяются для создания собственного рабочего места и на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных. Если ранее, как вы помните, была сумма 88 200 рублей, то сейчас она составляет 220 тысяч рублей. Я услышала о программе, которая помогает открыть свой бизнес ИП от Центра занятости. И я обратилась туда. Они мне выделили помощь. Насчет этой помощи я начала свой старт. С началом учебного года в Уральской школе номер 2 заработала сенсорная комната. Специальное помещение укомплектовали на средства гранта нефтяников. Оборудование помогает первоклассникам адаптироваться к учебному процессу. Уроки для младших школьников короче обычного, а во время каждого занятия задания для ребят меняют каждые 5-7 минут. Регулярно проводят динамические паузы. Спектр методик и приемов на расслабление детей в новом учебном году стал значительно шире. Занятия в сенсорной комнате ведет психолог. Расслабляются все анализаторы, зрительность, слуховой. Также расслабляются все в основном тренажеры на тактильные ощущения. Допустим, вот этот плед для детей с аутизмом. Они укрываются, чувствуют тепло, чувствуют защиту и могут руками поперебирать. В совокупности дает определенный результат. Ребенок успокаивается и он не боится прийти в школу, он не боится прийти к психологу. Пастырское слово как мотивация платить алименты. Уральские приставы в борьбе за уплату денег на содержание детей попросили помощи у священнослужителей. В местный храм Рождества Пресвятой Богородицы они пригласили несколько женщин, ведущих антисоциальный образ жизни. Все они матери, но их дети воспитываются в других семьях и не получают от родительниц положенного по закону содержания. Некоторые задолжали своим детям сотни тысяч рублей. Беседа со священником должна убедить женщин вспомнить о своем родительском долге. Если такой метод возымеет действия, то такие беседы будут проведены и с остальными должниками по алиментам, которых в Урае больше двухсот. Их общий долг превышает 40 миллионов рублей. Для меня это разговор был, который ставит меня в тупик, честно. Я попытался им напомнить, что помимо материальных обязанностей перед детьми, есть еще и обязанности социальные, духовные, обязанности культурные, которые... Ну и вообще просто житейские обязанности, среди которых одна, наверное, самая главная – научить ребенка жить нормально в этом мире. В столице Югры презентовали детскую аудиохрестоматию на мансийском языке. В издание под названием «Древо мудрости» вошло 100 произведений. Это сказки, легенды и рассказы. Их читают педагоги детского этнокультурного образовательного центра. Авторы уже зарегистрировали сборник в федеральной библиотечной сети. В дальнейшем он может стать учебным пособием для учителей мансийского языка. Оформить и записать аудиокнигу помогли музыканты, литература веды, художники и дизайнеры. Год назад единомышленники создали творческое объединение «Узор мира». Об одном из них мы уже рассказывали. Это молодой дизайнер Николай Чабаненко. Он придумал обложку для сборника одного стихотворения, переведенного на 16 финно-угорских языков. В Югре будут развивать футбол. Правительство округа заключило соглашение с Министерством спорта России, Российским футбольным союзом и Федерацией футбола. Благодаря этому в Югре модернизируют систему подготовки спортрезерва и развитие системы клубного футбола. Округ получит дополнительные кадры и сможет проводить соревнования для спортивных команд, школ и вузов. Отмечу, футболом в округе занимается уже свыше 25 тысяч человек. Программа развития этого вида спорта рассчитана на ближайшие 4 года. Большое количество югорчан любит этот спорт, только как болельщики, ну и большое количество детей и взрослых заинтересовано в занятиях этим видом спорта на такой профессиональной основе. Субтитры создавал DimaTorzok